Здравствуйте! Центр специалист при МГДУ им. Бауна делится с вами очередным бесплатным вебинаром. Мы назвали его создание игры в консоли браузера и одновременно изучаем замыкание в JavaScript. Ведущий вебинар Алексей Тарасов, это я, преподаю специалисту уже больше 7 лет. И веду курсы по многим направлениям. Основные это HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Постоянный стэк для веб-разработчика. Здесь нужно сказать, что мы с вами сегодня будем рассматривать. Основная тема, о которой мы поговорим с вами сегодня, это будут замыкания. Что такое замыкание, рассмотрим. Пару слов скажем о построении игрового цикла и в оставшееся время будем заниматься тем, что создадим архипростейшую игру в консоли. Я расскажу, в чем будет заключаться смысл игры и мы напишем в некоторых вот. Здесь по ссылке доступны ближайшие курсы, на которые можно записаться. Саму ссылку на презентацию я обязательно через несколько минут всем скину, сможете посмотреть. Ну и этот вебинар бы, наверное, не проходил, если бы он не нес какую-то рекламную составляющую. Поэтому, как говорят нам менеджеры по маркетингу, мы обязательно должны сказать, что центр специалист представляет больше тысячи курсов, но больше всего меня озадачили наши маркетологи тем, что обещали бонус. Если кто-то запишется с нашего вот этого вебинара, сразу к нам на курс. Если кто-то решит, обязательно потом поделитесь, какой был бонус, мне самому очень интересно. Ну и порядок проведения нашего вебинара я уже сказал. Сначала рассуждаем, потом пишем, ну и потом уже отвечаем на вопросы. Вопросы можно также задавать в процессе вебинара прямо в чат. Протестируйте вариант записи. Вот. Значит, начнем с вами с темы, которая, которая, с одной стороны, она очень простая, замыкание, с другой стороны, когда мы эту тему изучаем на курсе JavaScript, она обычно начинающими разработчиками, теми, кто пришел с курсов HTML, воспринимается очень тяжело. А суть ее достаточно простая. Давайте вспомним, что такое замыкание. Значит, начинать вспоминать надо с того, что в JavaScript те переменные создаются при помощи трех операторов. Это var, это led и это консульс. И обычно говорят, что они создаются в какой-то области видимости. Обычно var, это глобальная область видимости, пишем или внутри функции. Led, там еще добавляется возможность указания области видимости или скопа, цикла. Мы можем это делать, чтобы переменная была доступна только внутри цикла и не была доступна в ней ее. И вот тут возникает такая задача. Если мы определяем переменную функции, то просто так достучаться до этой переменной обычно не получается. Мы, конечно, можем эту переменную как-то там возвращать, пытаться через ветерок, но в JS такая фишка получилась, наблюдается такой механизм, что когда вы из одной функции, из функции внешней, возвращаете функцию как будто внутреннюю, то в этом случае, вот эта внутренняя возвращенная функция, она помнит о переменах своей функции оболочки. И вот именно это называется замыкание, это вообще замыкание, это ситуация, когда у нас при возвращении одной функции с другой, возвращенная ссылка на функцию, или точнее функция возвращенная, она помнит переменные своей родительской функции. Это основная идея, будет проходить все наше занятие, как говорится, рефрен. Давайте посмотрим маленький пример, чтобы вам было интересно, я решил этот пример снабдить. Итак, вот там очень классный пример на замыкание. Чтобы не было скучно тем, кто у нас уже когда-то был у меня на курсах, или собирается, или там на JS, где-то что-то встречал, писал, я пример замыкания решил вам написать на основе стрелочных функций, если вы не были с ними знакомы, сюрприз, знакомьтесь. Я создаю переменную, myGame, вот она, просто функциональная перемена, и говорю, что она будет являться ссылкой на стрелочную функцию. Ну, что такое стрелочные функции? Слово function не пишем, пишем круглые скобки, видите, да? Дальше пишем стрелку, поэтому и называется стрелочная функция. В фигурных скобках указываем тело функции. Если бы у меня был бы только один оператор ретен, я бы и фигурные скобки не писал. Ну, это ладно. Теперь, внутри нашей функции myGame я указываю некоторую переменную. нам, она доступна где? Она доступна только внутри вот этой вот области. А дальше смотрите, что я делаю. Я говорю, return и дальше возвращаю безымянную функцию. Опять, мы возвращаемся с вами к работе с областями видимости переменных. Смотрим. Возвращаемая функция есть переменная нам. Видите, да, вот она. Она здесь объявлена или нет? Нет, она объявлена вот тут. Значит, вот эта функция, которая возвращаться будет, она будет помнить, что нам берется вот отсюда. Понятная идея? Теперь, ниже по коду я говорю wargame. Кстати, только сейчас заметил эту игру слов wargame. Wargame равняется myGame. Что такое game? Фактически, это ссылка на вот эту вот возвращаемую функцию. Правильно? Значит, если я теперь вызываю нашу функцию game, я вызываю вот эту вот стрелочную функцию. Вот она. Правильно? Она. Вот. А когда я ее вызываю, у меня нам плюсуется. Был нам равный нулю. Плюс ануса стал нам равный единичке. Вот эта штука распечаталась. Если я второй раз вызываю функцию game, то что у меня получается? Вот эта функция помнит, что нам используются функции внешние. Он рай причину. Он же там в своей области видит. Он помнит, какое изменение было. Он равен единице. Он ее плюсует. Получается, двойка вводит двойку. И так далее. То есть, сколько бы раз я не вызывал game, у меня вам каждый раз бы увеличивало свое значение на единичку. Раз нажал, увеличило значение на единичку. Два нажал, опять увеличило значение на единичку. И вот это вот и есть самый простой пример на замыкание. Самый простой пример на замыкание. Вот у нас первый вопрос. А если мы напишем лет нам и не присвоим значение начальной нулю? Правильно, да? Значит, что в этом случае произойдет? Внутри нама будет храниться значение undefined. Правильно, да? Undefined. Мы же чего не положили туда? И когда у нас нам плюс-плюс произойдет, у нас, поскольку там undefined, и плюс-плюс будет нота намба. И, в общем, нота намба плюс-плюс. Каждый раз будет опять нота намба. И мы тут ничего особо интересного не увидим. Пожалуйста, еще вопросы, если есть, вот по данному примеру. Хорошо. Если вопросов нет, тогда нам пора с вами немного обсудить игровой цикл. Во-первых, что такое игровой цикл? Да, кратенько. Во-вторых, открыть место, где мы будем все это писать. И, в-третьих, начать писать. Ну, по поводу игрового цикла очень лаконичен буду. Из чего заключается обычный игровой цикл? Старт. Непосредственно сам цикл игры. И потом финиш. Вот. Если бы мы сейчас с вами основной темой вебинара бы заявили именно о создании игрушек, то пришлось бы как минимум говорить о циклах. Я имею в виду там For, While. Пришлось бы говорить об анимации, обо всем остальном. Я схитрил и сказал, что мы будем писать для консоли. Никаких циклов не будет. Никакой анимации не будет. Будет рутинный пример на замыкание. Соответственно, теперь, где мы будем работать. Работать я буду сейчас в заранее открытом фрагментике CodePen. чтобы было удобно, я тут чего-нибудь напишу, скажу save, он сохранится у меня анонимно с каким-то адресом. И в конце вебинара я смогу вам скинуть ссылку на готовый работающий результат. Кто хочет, может повторять вместе со мной. Кто нет, может вот эту ссылку, посмотрев, сразу открыть и сделать выводы на основе того, что мы тут будем делать. Итак, в чем будет заключаться наша с вами задача? Мы собираемся написать игру, которую писали в одной из групп, которая по джемскрипту у нас была недели две назад. Игра заключается в следующем. Игра должна у нас генерировать, генерирует случайное число от, ну дальше какой-то диапазон идет. Поскольку на практике мы убедились, что от нуля до десяти это уже много. Когда группа небольшая, тяжело угадывать. От нуля до 100 это совсем тяжело. Вот. А мы должны чего это сделать? За за минимальное минимальное количество угадываний найти сгенерированное число. Вот такая вот у нас задача. control ice сохранить. Понятная идея, да? Ну, теперь вот консоль у нас вот здесь. Скрипт у нас вот здесь. Очевидно, что нам нужно будет сейчас как-то это дело с замыканием решать. Значит, смотрите, что я буду брать за каркас нашей работы. За каркас нашей работы я возьму примерчик, который вам только что показывал. будет мой гейм, движение нотации. Ну, почему авиострелочную пульсу не использовать? Это вполне нормально. Вот. Здесь будет непосредственно вот здесь будет непосредственно моя игра. Вот она. Раз. И вот здесь будет мой гейм готово. теперь как мы с вами будем играть. Мы должны написать такой код функции mygame, который бы возвращал вот эту вот гейм и генерировал бы первый раз это случайное число. А как организовать ввод для угадывания чисел? Мы предполагаем, что ввод нам и будет задаваться вот так. Например, я беру и говорю game4 и как только я говорю game4 у меня что должно происходить? Функция game должна сравнивать с генерированным числом с вот этой четверкой. Такая вот логика. Для чего это сделано? У нас же нету сейчас никаких html формочек, никаких элементов, за которые можно уцепиться. Поэтому игра будет вот такая. Берем сюда или вот сюда в консоль вводим угадываемые значения я. Давайте дальше двигать. Итак, первым шагом мы создадим некоторую переменную нам, которая будет содержать случайное число от 0 до 10. Помните, как создаются случайно числа от 0 до 10? math rounder здесь math чего? Random вот так вот оно и умножаем это все вот так вот на 10. У нас получается случайное число. Вообще, поскольку нам может захотиться случайное число потом после игры еще раз генерировать, может быть, вот эту штуку даже надо вынести во что? В отдельную функцию. Ну, у нас сейчас не главная цель задачи, поэтому вот мы сгенерировали нам. А теперь вот тут мы говорим летиором и возвращаем нашу функцию, которая попадет у нас куда? Вот в этот гейм. Вот. Есть тут замыкание сейчас или нет? Да? Возвращаемая функция вот эта вот. Она помнит о нами который у нас вот здесь есть. И значит каждый раз когда я буду ее гейм вызывать нам будет один и тот же в одной группе. Я когда эту задачу показывал у нас слушательница однажды воскликнула это хитрая задача при каждом вызове гейм у нас нам наверное новый получается мы никогда не угадаем ну потом все таки получилось убедить нам генерируется один раз потому что один раз вызывается mygame в теле ее как раз присутствует это перемена вот тут мы указываем параметр который будет у нас потом саму функцию game в игровой ход попадать ну а вот тут что мы должны сделать что мы тут должны сделать ну либо консоль лог написать либо мы можем это сделать если в консоли собираемся играть сказать что тут будет return и дальше сказать если нам равняется n вопросик что тогда если равняется победа а если нет то что тогда поражение это слишком обидно было бы попробуйте еще раз все готово здесь использовал терминальный оператор чтобы это все дело аккуратненько было если нам не равно n то попробуйте еще раз ну что кто готов сыграть в эту опаснейшую игру и стать победителем я предлагаю вебинаристам и нашим слушателям кто у нас в аудитории стоит попробовать называть свои числа мы будем считать сколько попыток на это идет пожалуйста первых четыре первая попытка попробуйте еще раз мне всегда не везет комментарии того кто попробовал догадать еще варианты 7 попробуйте еще раз вот сейчас наша функция построена так что мы действительно не можем заранее узнать что там за число сгенерировано этим задачей интересно я когда выбирал тему для игры там много разных игр было у нас даже наши маркетологи там крестики-нолики изобразили один из кандидатов был в итоге остановился на вот этом варианте так вот есть игра когда человек угадывает буквы и в итоге должен угадать целое слово и там в этой игре которую мы записали там надо слово изначально вести то есть мы знаем тот ведущий кто задает эту игру знаю остальные у тебя такие угадывают но сейчас я нахожусь с вами в одном и то же состоянии в одном и то же состоянии поэтому начинаю перебирать ноль попробуйте еще раз один победа друзья мои мы бы гадали еще очень долго и так один это победа ну и чтобы исключить и показать что тут никаких подводных камней нету если я еще раз денечку нажму у меня каждый раз теперь будет по единичке победа понимаете да вот но на самом деле это не очень классная игра когда победа по единичке поэтому мы можем тут чего-нибудь сейчас еще дописать что мы можем тут дописать мы можем сказать что если у нас вот здесь нам равняется н вот если вот это равенство есть то в этом случае мы говорим победа и что еще делаем и генерируем еще раз наш нам вот как бы это покрасивее сделать как как это нам покрасивее сделать вот ну давайте перепишем это следующим следующим образом если нам равняется нам то в этом случае у нас что нам равняется ренд от 0 до 10 так это раз и вот сюда мы говорим return чего победа это будет если все норм вот так если они равны а а а а если не равны то у нас получается тут тоже return но только что попробуйте еще раз понятно то есть все достаточно просто или тут у нас return отработает либо тут что за функция rent это функция которую я сейчас сам допишу ну давайте мы ее напишем тоже в виде стрелочной функции rent равно м1 запятая м2 дальше стрелка и дальше вот вот эта вот часть вот эта вот часть но только вот тут вот у нас будет м2 минус м1 а тут будет плюс м1 вот у нас вот такая вот стрелочная функция а здесь соответственно у нас будет что тоже rent от 0 до чего до 10 если вы хотите чтобы у вас был известен правильный результат то где-то надо ли бы вот тут консоль мог сделать для первого раза либо вот тут для повторных разов чтобы мы его могли узнать сейвнул этот код отправил его на всякий случай в чат чтобы можно уже было его щупать и проверяем как эта игра у нас сейчас пойдет готовы поехали первый первым делом game 1 попробуйте еще раз и 0 попробуйте еще раз 2 3 4 чего 5 давайте с 10 начнем до 10 9 8 7 да ну все равно немного обидно в общем достаточно поздновато я поймал победу победа вот 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 мы с вами написали простейшую игру которая можно играть в консоли конечно эта игра быстро надоедает но во первых она минимальный игровой цикл реализуют во вторых здесь активно используется работа с замыканием это вот очень классный фактор мы изначально закладывали в тему нашего с вами бесплатного вебинара вопросы в чем заключается варлет значит смотрите когда мы говорим что у нас есть вар переменную объявляем то в этом случае вы во первых а имеете возможность ее еще раз переопределить вот пожалуйста если я вот тут где-то написал что у меня есть вар а там равняется 34 а здесь вот сказал что вар а равняется там 14 да то ну видите никаких ошибок нету все нормально а вот следом первая разница заключается в том что вы не можете определить еще раз переменную с таким же именем у меня сейчас там выскакивала ошибка сейчас почему-то она спряталась ну вот если я сейвну и зайду куда-нибудь в 12 то видите что там написано identify has already bring declare то есть что он говорит не существует уже уже занято это обозначение это первая разница вторая разница заключается в том что это самая по-моему важная разница что когда мы используем циклы или любые конструкции с фигурной срокой то объявляя переменную здесь например вот такую вот ай ай меньше 10 ай плюс плюс я написал на кодопен успел сейчас было подвиснуть потому что он пытался интерпретировать без инкремента цикл эти завис немножко на секунду значит если я вот здесь теперь распечатаю консоль лог ай угадайте чему он будет равен кто знает чему он будет равен ай вот здесь вот почему он будет здесь равен он не будет определён он будет undefined смотрите опс читаем что там пишет написано ну давай он с ума сошёл от большого количества действий в цикле сейчас мы попробуем сейвнуть и через f12 посмотреть вот так ай is not defined видите да это очень классно то есть чтобы я там в цикле не сделал ай у меня по-прежнему тут извне недоступен а вот если бы я тут написал var то в этом случае вон десятка сразу моментально написалось да да и вот николай екатерина тоже подсказывает undefined там вот в этом основное отличие поэтому я тут когда записывал лет я не просто так это писал чтобы никто из разработчиков не написал mygamer ренд или game потому что иначе тогда наша игра бы не сработала фактически лет получается то есть если есть назначение до лет дает нам такую помощь в работе но саму перемену менять можно продолжать дальше просто и объявлять заново нельзя вот такая вот маленькая игра я конечно надеюсь что вам понравилось я старался выбрать очень простую тему для работы и так ну опять же малость рекламы ближайшее занятие по курсу javascript у нас совсем скоро грядут если у вас есть желание и возможность присоединиться звоните по вот этому номеру подписывайтесь на канал выбирайте формат обучения и сообщайте мне какие бонусы вам дали мне это очень любопытно вот это досадная оплошность с годом с датой что-то не то но то что он там следом рядом проверял с датой не проверил извиняйте и у меня к вам маленькая просьба сейчас будет пожалуйста оцените наш вебинар насколько он вам понравился итак первый вопрос у меня в чате который сейчас присутствует он посвящен тому когда точнее будет ли нода.js в первой половине года екатерина задает вопрос значит екатерина у нас ближайшие занятия по нод.js планируются 26 апреля и 14 мая но они все проходят в формате открытого обучения то есть очных обычных стандартных более привычных нам групп не намечается потому что курс достаточно редкий народ на него идет только тот который понимает осознает все фишки и плюсы в общем мотивированный и из-за этого получается что редко обычные очные группы идут ответил на ваш вопрос да отлично ну я хотел бы прокомментировать наш маленький тестик может еще кто-то успевает большинству наш вебинар очень понравился вот некоторые сказали ну так себе ну тему рассмотрели которые в принципе можно было теперь о чем рассказать это самая интересная для меня часть значит о чем рассказать в новых видео ага реактореакт нода обо всем но более развернуто фреймворках которые возможно скоро придут на замену нынешним значимым значит разницу есть 5 и 6 значит друзья мои я обращаю ваше внимание сейчас что практически в трех пунктах из 5 явно или не явно присутствует речь и разговор идет о реакте есть такое ну вы чувствуете да вот именно поэтому мы некоторое время назад а именно осенью прошлого года запустили курс по реактору поэтому если вам будет интересно то добро пожаловать я автор курса веду его и думаю что вам будет интересно если вам ну вы еще не знаете решиться или не решиться на этот курс то я рекомендую вам посмотреть тестовое видео про реакт и возможно вы сделаете свой выбор ну что уважаемые друзья я благодарю вас за то что вы были с нами на этом бесплатном вебинаре ссылочка на написанный код у вас в руках маленький сюрприз в виде еще одного примера замыкания тоже огромная благодарность за то что вы поучаствовали в голосовании потому что на основе этих ответов я смогу построить темы следующих новых вебинаров мы на этом с вами официальную часть завершаем несколько минуток остается на вопросы в свободной форме поэтому если у кого-то есть пожалуйста пишите смотрите еще один небольшой пример тоже на замыкание а вот представьте себе ситуацию когда у меня есть некоторый элемент с идентификатором ап это что такое это обычный диф да вот и я хочу сделать так чтобы у меня переменная ап переменная ап могла изменять некоторые содержимое некоторого дива тогда когда я в нее чего-нибудь записываю вот смотрите смотрите беру пример и говорю это будет у меня фанкшн фанкшн круглые фигурки и вот здесь вот что нахожу див через функцию документ там ну например query query select кто забираюсь не в первый уровень JavaScript второй уровень JavaScript тогда вот и вот здесь я пишу что решетка ап я таким образом ее нахожу правильно вот вопрос что такое сейчас ап что такое сейчас это вот эта вот функция правильно то есть если я захочу ее вызвать и передать ей какой-то текст ну например привет мир то этот текст попадет вот сюда правильно вот сюда а вот здесь вот здесь вот я скажу что div .inner html у меня равняется текст и как бы так вроде бы как готово хотя смотрите что получается видите там привет мир написан и если посмотреть то этот привет мир находится где в div с айдишником ап все правильно есть ли тут замыкание тут замыкание вообще-то не пахло правильно это первое второе наша функция выполняет два действия она а находит значение находит элемент div а.б. чего делает изменяет его внешний вид между прочим это не очень хороший подход потому что а если об изменится мне что внутри функции надо будет забираться все нехорошо что я делаю я беру и говорю например так функция 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 селектор это будет у меня селектор сюда приходить теперь вот эту штуку переношу вот сюда у меня будет здесь не ап а кто селектор перенес замечательно селектор селектор то есть в рэпер запоминает селектор ссылку на div какой-то элемент просто сказать l элемент потому что мы не знаем что там за элемент а вот тут вот вот тут вот я говорю return return txt ну или просто в такой терминологии раз функция возвращается скажите тут уже попахивает замыканием или нет я сейчас говорю об элементе el ой прошу пощения вот в рэпер имеет внутри себя функцию которая обращается к переменной находящейся в области видимости выше на уровень значит теперь мне просто остается сказать в рэпер чего решетка то есть я сейчас поднял селектор вот сюда один раз я в рэпер записал ап теперь чтобы я в ап не писал он у меня будет что там делать заменять или дописывать например что тоже будет интереснее привет мир потом беру еще еще раз привет мир у меня два раза привет мир видели дальше беру решетка сон вот у меня есть диф идентификатор сон поскольку ап уже нам не изменить у нас же ап все запомнят про эту штуку я беру ниже говорю лет чего сон ну так чтобы запомнить равняется вот тут по-быстрому говорю что решетка сон и дальше там чего-нибудь тоже пишу там ну теперь не привет мир другую фразу сон привет привет замыкания теперь еще пример с замыканиями пожалуйста привет замыкания почему он так записал давайте посмотрим еще раз на нашу селектор попал вот сюда функция вызов функции в рэпер помнит о ел элементе который ссылается назад тот который нашли и теперь внутри апа и сома вот эта функция она каждый раз обращается к тому варианту который был найден все в первый раз к апа второй раз к сому и меняет ее значение вот эта часть только меняет вот эта часть только находит вот он еще один пример на замыкание которое я не планировал но ваши вопросы спровоцировали меня показать еще один интересный пример сохранить конечно спасибо что сказали забыл бы еще да ссылка будет одна и та же пока сессия идет она сохраняется поэтому можно будет посмотреть воспользоваться еще раз большое спасибо всем за внимание до новых встреч спасибо что уделили время и потратили его полезно поговорив о замыканиях спасибо всего доброго спасибо спасибо Продолжение следует...